В 2018 году в Московском государственном историческом музее экспонировалась всемирная известная коллекция жемчуга из музеев Катара. На выставке было представлено более 100 произведений известных ювелирных домов Европы и Америки, а также ювелирных дел мастеров Азии. Это редкое зрелище уникальных предметов, которые имеют высокую стоимость и поэтому тщательно охранялись. Посмотрим, что же было привезено на выставку в этих кованых сейфах. В этом фильме вы познакомитесь с небольшими украшениями из жемчуга, которые демонстрировались на выставке. Для любознательных зрителей во второй половине фильма размещены озвученные описания показываемых экспонатов выставки. Жемчуг в украшениях смотрится изысканно и благородно. Даже в небольших, по размеру, украшениях. Будь то подвеска или медальон, брошь, браслет или кольцо. Для придворного костюма эпохи барокко было характерно изобилие небольших украшений, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент. Такими украшениями были подвески и медальоны. Подвеска, исходя из самого названия, подвешивалась к чему-либо. Этим она отличалась от кулона, который вешается только на шею. Медальон также подвешивался на ленте или цепочке. И если подвески использовали исключительно для украшения, то в медальоны вкладывались портреты близких людей, их волосы и тому подобное. К небольшим украшениям также относятся и броши. Ювелиры придумывают броши на любой вкус, используя разные формы и цвета жемчуга, добавляя благородные металлы, бриллианты и другие драгоценные камни. Очень эффектное и элегантное украшение со всевозможными цветочками и насекомыми. Не забыты символы священных животных, знаков зодиака. Броши, как скрепы для одежды, появились уже в бронзовом веке. И только в 17 веке они стали использоваться как самостоятельные украшения. Фаворитка короля Людовика XIII, мадам де Севинье, посчитала, что привязывать ленточками или пришивать к платьям подвески – это работа, которая занимает слишком много времени. И она придумала первую ювелирную брошку в виде банта с прикрепленной к нему подвеской. Иногда этот бант или крепление были небольшими или вовсе отсутствовали. Тогда подвеска непосредственно прикреплялась к одежде. Так появились броши-значки, которые, в том числе, украшались жемчугом. Браслет издревле являлся излюбленным украшением как мужчин, так и женщин. Его носили на запястье или выше локтя. У германских воинов он был символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XII века браслет становится исключительно женским украшением. Известно, что кольцо – это украшение, надеваемое на палец. Традиция ношения кольца на пальцы имеет очень древнюю историю. За это время ювелирами придумано много видов колец. И различия между ними бывают так незначительны, что иногда трудно сказать, к какому виду относится кольцо. Например, данное кольцо может быть отнесено к перстням, гало- или коктейльным кольцам. Подвеска. Британия, около 1890 года. Бриллианты, золото и жемчуг. Подвеска. Британия, 1800 год. Розовые бриллианты, старинные огранки и жемчуг. Подвеска с изображением Святого Георга на фоне пейзажа. Карла Джулиано. Британия, 1870 год. Перламутр, барочный жемчуг. Медальон. Британия, 1800 год. Красный гранат и гроздь жемчуга из Арабского залива. Брошь хризантема. США, около 1880-1890 года. Пресноводный жемчуг и бриллиант. Брошь в египетском стиле в форме скоробея. Карла и Артур Джулиано. Лондон, Англия, около 1900 года. Золото, жемчуг и изумруды. Брошь в форме цветка и пара серег. Уильям Рузер. США, 20 век. Жемчуг лавандового цвета из Северной Америки. Брошь в форме стилизованного насекомого. Британия, 19 век. Бриллианты и жемчуг. Брошь в форме мотылька. Британия, около 1800 года. Бриллианты, изумруд и жемчуг. Брошь. Генрик Кастон. США, 1995 год. Золото, рубины и культивированный жемчуг. Дизайн броши создан Сальвадором Дали. Изделие выполнено другом Дали, ювелиром Генриком Кастоном. Пара браслетов. Марокко, 18 век. Золото, природный жемчуг из Арабского залива и изумруды. Золотые подвенечные украшения изготовлены для еврейской общины в Марокко. Кольцо. Уильям Рузер. США, 1950 год. Жемчуг Южного моря и бриллианты. Одно из любимых колец Элизабет Тейлор. Украшено жемчужиной диаметром 14,5 мм, культивированный в Южном море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова